Ну, в России проживает 146 периодов человек, и у этих людей бывают разные точки зрения, в том числе у этой группы инициаторов есть своя точка зрения. По моему мнению, она имеет мало перспектив, так как она действительно основана на не слишком глубоком знании предмета. И я бы посоветовал всем экспертам, и российским, и армянским, и всем другим, прежде чем делать те или иные громкие анонсы, конечно, более внимательно и тщательно изучать первоисточники и апеллировать к тому, что действительно было. Потому что вокруг любого исторического события и любого человека достаточно много того, что потом приписывалось или воспринималось некорректно или неправильно. В этой связи нет никаких оснований для того, чтобы какой-то народный суд рассматривал то, что касается решения армянского народа по своим национальным героям. Более того, я бы хотел, пользуясь случаем, обратить внимание и на те письма, и на эту письму, в том числе со Сталином, со Ворошилом, которое стало достоянием общественности. Это тоже очень важно изучать, прежде чем выносить те или иные суждения. Кроме этого, мы прекрасно знаем устав и идеологию республиканской партии Армении, и, конечно, можем ответственно заявить, что она вносит истинный демократический характер, никакого отношения, никаким радикальным идеологиям не имеет. Спасибо, Сергей Владимирович. Уважаемый журналист, инцидент с известным репортажем на одном из российских телеканалов, а для нас исчерпан по веществу визита нашей делегации. И сам канал, насколько я знаю, тоже снял видный сериал и рассказал, что меня отраврал позицию канала. Так что мы инцидент считаем исчерпанным, я прошу переходить к другим вопросам, не связанным с этим репортажем.